Итак, хотели сегодня рассказать о способе реконструкции вертужной впадины при опухолевом поражении. Следующий слайд, пожалуйста. Как мы знаем, на сегодняшний день при поражении вертужной впадины, опухоли костей, в том числе, как правило, вертужная впадина, вовлекается, используются следующие методики. Это индивидуальное протезирование. Это эндопротезы типа люмик и транспозиция эндопротеза в крестово-подвздошную область, либо в область крестца. Однако бывают ситуации, когда опухоль небольших размеров, она не вовлекает полностью вертужную впадину, и можно сделать сохранную операцию, не прибегая к таким громадным, тяжёлым, как для пациента, так и для врачей, операциям. Следующий слайд. А вот мы всё помним классификацию нитинга. При вовлечении какой-то части вертужной впадины, я ещё раз говорю, мы предлагаем следующую методику. Следующий слайд. Выполняется резекция вертужной впадины. Для того, чтобы предотвратить вывих или подвих в тазобедренном суставе головки бедренной кости, мы используем сетку, биосинтетическую ткань, например, трувера. Сейчас на данный момент представлено несколько вариантов этих сеток, которые фиксируются при помощи анкерных винтов. Вот анкерный винт, он обламывается, и внутри этой ручки находятся четыре нити с иглами, которые очень хорошо позволяют подшить окружающие ткани. Здесь на слайде представлены вот эти вот точки крепления винтов, то есть самые трувера. Далее. В этом году мы получили патент на изобретение. Далее. Показаниями для этих операций является локализация по инникингу первого, второго, зоны и второй, третьей зоны. Метастатические первичные опухоли первой, второй степени злокачественности и третьей степени злокачественности с хорошим ответом на предоперационную химиотерапию, прилежащие, но не вовлекающие суставной хрящ вертоложной впадины. Центральное, центрально-медиальное и медиальное расположение опухоли относительно вертоложной впадины. И при резекциях по типу 2-3 возможность оставления не менее 25-30% латеральных отделов крыши вертоложной впадины без ущерба для радикализма. Достаточно объём мышечной ткани для пластики перемещёнными лоскутами, которые находятся в этой зоне. Противопоказаниями являются общие противопоказания при операциях на тазовом кольце, вовлечение более 25-30% крыши вертоложной впадины и ущерба рост костей таза и бедра, что не позволит адекватно установить анкерные винты, либо со временем их просто-напросто вырвет. Положительные моменты и преимущества — это уменьшение вероятности развития инфекционных осложнений, поскольку импланты достаточно небольшие и адекватно укрываются мягкими тканями, уменьшается объём операционной травмы и кровопотери, сохраняется собственно функциональный активный тазоверный сустав, предотвращается вывес головки бедренной кости, быстрая реабилитация больных, улучшение качества жизни пациентов, сокращение койка дня и стоимость расходных материалов значительно меньше, чем при эндопротезировании тазобедренного сустава и вертоложной впадины. К недостаткам можно отнести низкую частоту востребованности, приблизительно 7% при резекциях по типу 1,2 и 2,3. Далее. Итак, клинические примеры. Всего я вам, забегая вперёд, немножко скажу, нами прооперировано 5 пациентов. С 2012 года первый пациент был оперирован. И всех пятерых пациентов мы вам покажем. Итак, извините, что-то произошло. Да, итак, вы видели опухоль, которая вовлекала, прилежала тесно к вертоложной впадине. Здесь мы видим этап операции, когда уже выполнена резекция крыши вертоложной впадины. Это головка бедренной кости. Далее. Вот та самая сеть трувера, которая фиксирована анкерными винтами. и при помощи вот этих вот нитей происходит подшивание мягких тканей. Следующий слой. Частично подшиты мягкие ткани. Далее эти нити обрезаются и... Эти нити обрезаются и, соответственно, укрываются всё оставшимися тканями. Включите, пожалуйста, видео. Нет, вот это видео включите. Вернитесь назад, пожалуйста. Ну, хорошо, это функциональный результат. Да, это рентгенограмма после выполненной операции. Хорошо видны анкерные винты. И вот зона резекции крыши вертоложной впадины. Следующий. Макропрепарат. Мы видим резекционную вертоложную впадину. Функциональный результат через год после операции. Продолжаем. Следующий слой. Функциональный результат через год после операции. Пациент под наблюдением 8 месяцев. Данных за рецидив и прогрессирование заболевания нет. Мы видим, он показывает замечательные функциональные результаты. Он женился, закончил университет. Во время свадьбы носил невесту на руках. Следующий слайд. Следующий больной — это пациент с хондросаркомой правой лонной и седалищных костей. Видим громадных размеров опухоли, вовлекающих лонное сочленение. И вовлекающих также крышу вертужной впадин. Здесь этап резекции. Веденная головка бедренной кости. Следующий слайд. 3D-реконструкция. Видим зону резекции порядка 35-40%. И функциональный результат. Через год после операции пациент через неделю ходит в ортезе, которую мы обязательно используем после этих операций. И в дальнейшем демонстрируют хороший результат. 46 месяцев он был по наблюдениям, потом выбыл, перестал прижать. Но это были моменты без признаков прогрессирования и рецидирования. Следующий слайд. Следующий слайд. Да, следующий больной 75 лет. Смикса фибросаркома левой подвздошной кости, КТ-3D-реконструкция, предоперационное планирование. Следующий слайд. Здесь также показано КТ и МРТ с предоперационным планированием. Учитывая, что вовлекалась передняя часть крыши вертужной впадины, и здесь одной трувера было бы маловато. Поэтому мы использовали следующую методику. Следующий слайд. Показан доступ. Резицированная крыша вертужной впадины, центральный ее фрагмент. Выделены мышцы, которые будут использоваться для дальнейшей пластики. И бедренный нерв. Следующий слайд. Подшито трувера, фиксированная при молночанкерных винтов. Дальше. И для создания крыши вертужной впадины нами были установлены спонгиозные винты, соединенные между собой циркляжной проволокой. Это вот по типу арматура, следующий слайд. И сверху был уложен композитный костный материал. Он рентгенопрозрачный, рентгенонегативный, со временем интегрируется в кости. Следующий слайд. И окончательный ветраны перед ушиванием после пластики. Далее. Мы видим хорошо крышу вертужной впадины в препарате. Препарат удален единым блоком. Следующий слайд. КТ-3Д реконструкция. Вот те самые винты. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот реконструкция крыши вертужной впадины. Далее. Через 9 месяцев после операции пациент находится под наблюдением 54 месяца. Недавно справил очередной день рождения. Замечательный функциональный результат. Данных за рецидив прогрессирования нет. Далее. Пациент оперированный нами не так давно. Здесь рак мочевого пузыря. Через 2 года у пациента появился после специального лечения метастаза в левую щедалишную кость. Это КТ-3Д реконструкция, вот зона метастаза, предоперационное планирование. Операция выполнялась через задний доступ. Резекция левой щедалишной вводных костей с фрагментами вертужной впадины. Реконструкция биосинтетической ткани. Далее. Макропрепарат. Видна резецированная крыша вертужной впадины задней отдела вместе с седалишной костью. Следующий слайд. Здесь мы хорошо видим анкерные винты. Следующие. Это дренажная трубочка. Это выполненная зона резекции. И макропрепарат с фрагментом крыши вертужной впадины. Мы видим, что препарат удален радикально, край резекции R0. Далее. Ну, через 6 месяцев после операции великолепный результат. Но, к сожалению, через 14 месяцев после операции у пациента был диагностирован метастаз вне зоны этой операции, гораздо выше, в крыле подвозженной кости. Сейчас он находится в процессе специального лечения. От операции пока воздерживается. Срок наблюдения 20 месяцев. Следующий пациент. Это остеосаркома. Лона из седалищных костей. С вовлечением к крыши вертужной впадины. Также. Тесным прилежанием к ней. Ему было проведено 4 курса химиотерапии. И мы видим, что во время операции было резицировано порядка 70% крыши вертужной впадины. Остался небольшой фрагмент. Это анкерные винты. Далее. Вот макропрепарат. Вот она, крыша вертужной впадины. Практически вся полностью. С небольшим оставшимся фрагментом. Это лонная кость. Далее. И вот функциональный результат через 22 месяца. Пациент ходит слегка прихрамывая. Он использует на дальние расстояния дополнительно трость. Срок наблюдения 45 месяцев. Приезжает к нам регулярно. Без данных за рецидив и прогрессирование заболевания. Далее. Реабилитация заключалась в пререабилитации. Обучению хождения пациентов на костылях. Адекватная реконструкция вертужной впадины с надежной фиксацией амкерными винтами биосинтетической тканью. Это очень важно. Потому что если мы плохо закрепим, какие-то винты выскочат, то в последующем ткань оторвется и будет выехать под выех головки бедренной кости. При необходимости пластика выполняется перемещенными мышечными лодкутами. Пассивная разработка тазоберинного сустава в аппарате «Артромот» начиная со вторых суток до угла сгибания 90-100 градусов. Лечебная скультура с первых суток. Обязательное ношение ортеза тазоберинного, которого я вам показывал, и ранняя активизация в нём на вторые и четвёртые сутки. И отказ от средств дополнительной опоры через 28-60 суток. И отказ от ортеза где-то через 60 суток от момента операции. Далее. Здесь приведены сводные данные. Видимо, плоховато видно. Но ещё раз скажу, что это были двое больных с хондросаркомой G1-G2, миксофибросаркома, остеосаркома и солитарный метастаз рака мочевого пузыря. Края резекции у всех были R0. Процент резекции вертужной впадины от 25 до 70, 35-40%. Ещё раз повторюсь, что у всех больных осложнений в послеоперационном периоде не было. Данных за прогрессирование заболевания не было. За исключением одного пациента с метастазом рака мочевого пузыря. Таким образом, тщательное предоперационное планирование позволяет отобрать пациентов для выполнения предлагаемого оперативного вмешательства в радикальном объектах. Предлагаемая методика реконструкции вертужной впадины возможна при центральном, центральном идеальном и медиальном расположении опухоли относительно вертужной впадины при локализации опухоли по инекингу 1, 2, 2, 3. При резекциях типа 2, 3 необходимо сохранять не менее 25-30% латеральных отделов крыши вертужной впадины без ущерба для радикализма. При дефиците мягких камней для пластики могут быть использованы перемещенные мышцы этого региона. Осложнения в раннем и насрочном послеоперационных периодах у этих пациентов не получены. У всех больных морфологический край резекция R0, при этом сроки наблюдения от 20 до 80 месяцев. Прогрессирование заболевания не отмечено, за исключением пациента, о котором уже сказано неоднократно. Предлагаемая методика позволяет сохранить функциональный тазобедренный сустав при резекциях до 70% вертужной впадины, предотвращая вывихи и подвывихи. У всех больных достигнуты хорошие, отличные функциональные результаты, порядка 85-100 баллов по системе МСТ и СС. Следующий слайд. Благодарю за внимание.